Всем привет дорогие друзья, с вами Глеб Задой и это новостной выпуск по итогам очередной рабочей недели. В сегодняшнем видео обсуждаем следующие новости. Бельгия дала разрешение на разблокировку активов. Безработных россиян предложили отправлять на пенсию досрочно. МРОД вырастет на 18,5% уже в 2024 году. Рейд Алио заявил о том, что доллары это долг. Сбербанк CIB предполагает, что в этом году курс доллара должен снизиться. Центробанк пообещал не вмешиваться в торги на валютном рынке. Новый санкционный пакет готовят для России. Российские банки обновили рекорд по чистой прибыли за квартал. Эти и многие другие новости мы обсуждаем в сегодняшнем видео. Обязательно досмотрите его до конца и поставьте лайк авансом. Но начнем мы с того, что друзья, я хочу вам на всякий случай напомнить, если вы не в курсе, то сообщить о том, что уже 22 мая у нас стартует практикум по торговле на финансовых рынках. Если вы не хотите учиться торговать в теории, если вы хотите получить только практические навыки под руководством опытного наставника, то вам обязательно нужно идти на практикум, который у нас будет 22 мая и будет он проводиться в Москве. Я всем настоятельно рекомендую приехать именно в Москву и не только насладиться прекрасной майской Москвой, но еще и, собственно, встретиться здесь с трейдерами, которые тоже так же, как и вы, торгуют на финансовых рынках. Пообщаться с ними, поделиться с ними своими наработками, успехами, собственно, почерпнуть у них пользу и, собственно, узнать, как они зарабатывают деньги на финансовых рынках. Ну и самое главное, в течение всей недели, с 22 мая мы будем вместе торговать на реальном рынке с реальными сделками, будем открывать позиции и вместе зарабатывать, учась зарабатывать деньги на финансовых рынках на реальной практике. Если вы хотите, собственно, именно практику торговли на рынке, то обязательно записывайтесь, ссылка будет в описании к этому видео. Ну а начнем мы давайте с того, как завершились торги на основных финансовых площадках по итогам очередной рабочей 5-дневки, точнее, где торговались основные финансовые активы вечером в пятницу, потому что видео мы пишем, когда многие биржи еще не закрыты. Во-первых, нефтяные котировки на этой неделе немножечко скорректировались. Нефть марки Brent стоит 81 доллар 50 центов в пятницу. Золото располагается на отметке в 1996 долларов за тройскую унцию. Индекс S&P, также, в общем-то, особо без изменений на этой неделе, 4 150 пунктов по основному индикатору американского фондового рынка. Мы с вами наблюдали. А вот индекс Мосбиржи продолжает расти, как на дрожжах. И индекс Мосбиржи достиг отметки в 2630 пунктов. Биткоин при этом на этой неделе просел до отметки 28 300 долларов. Индекс доллара без изменений на этой неделе 101,4. И курс доллара на московской бирже немножечко откатил назад и держался в пятницу вечером на отметке 81 рубль 50 копеек. Давайте начнем с заявлений Рея Далио, основателя хедж-фонда Bridgewater. Он сказал о том, что доллары это долг. И заявил о том, что доминирующее положение американской валюты в мировой торговле слабеет, поскольку США имеет высокий внешний долг и все меньше стран используют доллар в международной торговле. А также, по его мнению, центральные банки мира теперь менее склонны к тому, чтобы хранить свои сбережения именно в долларах. Ну и дальше цитата. Доллары это долг. Другими словами, когда кто-то держит доллары, он держит долговой актив. Поэтому держатели доллара могут сказать, я и так уже слишком подвержен риску долга, номинированного в долларах США. Поэтому желание покупать будет меньше. Это, собственно, цитата самого Рея Далио. И действительно, здесь довольно трудно с этой историей не согласиться. Дело в том, что действительно размер государственного долга в Штатах просто катастрофический. Действительно, доля доллара в международных расчетах, она снижается. Действительно, центробанки все меньше хранят свои сбережения, свои золотовалютные резервы. Все меньше хранят их именно в американских долларах. И это, конечно, может стать довольно серьезной проблемой для американской экономики, для американской валюты в долгосрочной перспективе. Мы с вами уже знаем про довольно-таки исторические заявления Рея Далио. И многие вещи, о которых он говорит, говорит он как настоящий профессионал, как экономист, как аналитик, как финансист. И многие его вещи, многие его прогнозы, они действительно сбываются. Так что обратите внимание на это выскальзывание. Также на этой неделе стало известно о том, что казначейство Бельгии выдало банку Санкт-Петербург лицензию на разблокировку активов, замороженных на счете НРД в Евроклир на сумму около 110 миллионов долларов. И вот, казалось бы, наконец-таки лед тронулся. И скоро, может быть, и мы с вами увидим разблокировку собственных активов, собственных средств, которые хранятся на счетах НРД в Евроклире. Но нет. В РБК Инвестициях пояснили, что три источника в сфере санкционного права дали разъяснение по поводу этой разблокировки и сказали, что разрешение касается только собственных средств банка, а не средств клиента. Так что, друзья мои, в общем-то, лед тронулся, но тронулся только для Банка Санкт-Петербург. Михаил Мишустин сообщил об индексации МРОД. С 2024 года МРОД вырастет на 18,5%. Ранее об этом еще в феврале говорил наш президент, бессменный лидер Владимир Владимирович Путин. И таким образом, после индексации МРОД в России он составит 19242 рубля. На текущий момент, напомню, МРОД 16242 рубля. В прошлом году МРОД был повышен дважды в сумме на 20%, об этом говорил Владимир Путин. Это стало следствием его внеплановой индексации на 10% в середине года в связи с санкционным давлением. И по словам уже премьер-министра Мишустина, это позволило сохранить доходы 15 миллионов россиян. Не знаю, друзья мои, как-то вот напишите в комментариях, как-то влияет ли размер МРОД на ваши доходы реальные. Потому что далеко не для всех, мне кажется, этот показатель имеет какое-то значение. Напишите для вас, имеет он значение или не имеет. Подоспели, друзья мои, новые свежие прогнозы по курсу рубля, в которых есть некоторые сомнения. Давайте разбираться, почему. Сбербанк CIB предсказал снижение курса доллара до 75 рублей за единицу к концу 2023 года. В ближайшие месяцы, по мнению Сбербанк CIB, рубль будет постепенно укрепляться и к концу текущего года, как ожидается, снизится до 75 рублей. Об этом заявил директор аналитического управления Сбербанк CIB Инвестмент, тресерщ Наталья Загвоздина. К концу второго квартала курс американской валюты, как ожидается, будет на уровне 80 рублей за доллар, к концу третьего квартала уже 78. А вот к концу 2024 года Сбербанк CIB предполагает, что курс доллара должен быть на отметке в 74 рублей. Я вот, честно говоря, когда вижу такие прогнозы, конечно, прогнозы делать нужно, это дело важное и нужное, но я и сам делаю прогнозы, что уж там греха таить. Но мне кажется, делать сейчас прогнозы по курсу доллара на конец 2024 года, это ну совсем дело неблагодарное. Вот проще, знаете, пальцем в небо тыкнуть и вероятность того, что попадешь, будет выше, чем опираясь на какие-то прогнозы, показатели и так далее. Ну а к концу этого года, еще раз напомню, 75 рублей за доллар ждет Сбербанк CIB. Ну что ж, поживем увидим, а я пометуя все-таки, как ведет себя курс доллара обычно в конце года, хочу сказать, что практика и опыт показывают, что чаще всего в конце года все-таки курс доллара немножечко подрастает, ну а никак не ослабевает. Ну и по мнению Сбербанк CIB, влияние таких разовых факторов, как продажа нерезидентами своих активов России, будет ограничено. И они полагают, что власти введут лимит на покупки валюты в рамках таких сделок. Видимо, именно с этим они связывают вероятное укрепление курса отечественной валюты. Ну опять же, поживем увидим, свои прогнозы вы можете написать в комментариях. А еще на тему рубля высказалась на этой неделе Эльвира Набиулина. Она назвала условия для вмешательства в работу валютного рынка. По ее словам, Центробанк сохраняет приверженность плавающему курсу, как действенному стабилизатору для национальной экономики. Ну и дальше цитата, вмешиваться в работу валютного рынка мы считаем допустимым и необходимым, но только тогда, когда события на нем создают угрозу для финансовой стабильности, как это было, например, прошлой весной. В общем-то, таким образом, Эльвира Набиулина, с одной стороны, говорит, что мы не хотим вмешиваться в ситуацию на валютном рынке. И, в общем-то, мы привержены рыночному курсу валюты, но если вдруг потребуется, инструменты у нас такие есть, не переживайте. Ну и в Центробанке не исключают возможность некоторого тюнинга в вопросе валютных ограничений, но больших послаблений не предполагается. Об этом также заявила Эльвира Набиулина. Санкт-Петербургская биржа разморозит бумаги российских компаний с зарубежной пропиской. Речь идет о таких бумагах, как TKS Group, X5 Retail Group, Яндекс и других компаний. Биржа нашла решение, которое позволит торговать такими активами внутри России без привлечения внешних источников ликвидности. Из 24 апреля автоматически переведет ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих основную операционную деятельность в России, с неторговых на торговые разделы субсчетов ДПО. А инвесторы получат доступ к заблокированным ранее инструментам в полном объеме. Об этом сообщила биржа Санкт-Петербургская на своем сайте. Друзья мои, мы не так давно с вами обсуждали электронные повестки и вот пришли на эту тему свежие новости. Отправленные в весенний призыв электронные повестки не будут иметь юридической силы. Ну, как говорится, можно выдохнуть как минимум до осени. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, тот самый, который, собственно, был инициатором ведения вот этих вот электронных повесток. Ну и тут небольшая цитата. В этот призыв будут рассылаться электронные повестки только в тестовом режиме юридической силы они иметь не будут. Картополов уточнил, что рассылка электронных повесток сейчас нужна для того, чтобы проверить, работает ли система. В общем, друзья мои, до осени выдыхаем электронных повесток не будет. Можно расслабиться. Но не стоит расслабляться российской экономике, потому что готовится новый пакет санкций. Польша и другие страны Балтии предложили Европейскому Союзу отключить Газпромбанк от SWIFT. Такие страны, как Польша, Эстония, Латвия, Литва предложили в рамках следующего пакета санкций отключить от SWIFT Газпромбанк, ограничить экспорт нефти по трубопроводу Дружба и запретить импорт российских алмазов. Вот такие вот новости. Какой-то по счету пакет санкций я уже, честно говоря, сбился со счета. Десятый точно был? Это, наверное, одиннадцатый или какой-то двенадцатый, не знаю, напишите, пожалуйста, в комментариях. Нас, как говорится, бьют, а мы крепчаем, да? Или как там говорится. Российские банки обновили рекорд по чистой прибыли за квартал. По итогам нового 2023 года, в первом квартале, чистая прибыль российских банков составила аж 881 миллиард рублей. Собственно, из чего эта прибыль сложилась? Как отмечается в обзоре Центробанка, в марте прибыль банков выросла в основном за счет увеличения двух традиционных статей. Это, во-первых, чистых процентных и комиссионных доходов, которые поднялись примерно на 15% относительно февраля. А кроме того, положительный эффект дало разовое событие, это доход в 11 миллиардов рублей от операции с ценными бумагами, а также валютная переоценка на фоне ослабления курса рубля. Этот источник дал 61 миллиард рублей прибыли нашим российским банкам. Так что давайте поздравим российские банки. Вот, кстати, сегодня стало известно, да, что Сбербанк-таки все-таки выплатит рекордные дивиденды в этом году. И Лукойл, кстати, тоже заявил о выплате довольно высоких дивидендов. Вот эти дивидендные истории, которые сейчас объявляются в России, могут дать неплохой толчок для роста российского фондового рынка. Так что, друзья мои, обратите внимание на отечественный фондовый рынок. Ну и давайте еще про одну интересную новость. Безработных россиян, которым до пенсии осталось меньше пяти лет, предложили отправлять на пенсию досрочно. Как вам такая новость? Федерация независимых профсоюзов России, представляете, и такая тоже у нас существует, предложила позволить безработным россиянам, которым осталось не более пяти лет до пенсионного возраста, выходить на пенсию досрочно. Соответствующие поправки предлагается внести в законопроект о занятости населения, который прошел первое чтение. Помимо этого, было предложено внести в законопроект такие понятия, как частично безработный и частично занятый. По частичной занятости у профсоюза предлагают считать ситуацию, когда сотрудник нанят по трудовому договору, но по согласованию с руководителем его рабочее время меньше нормы, предусмотренной законом, а зарплата зависит от отработанных часов. А вот под частично безработными предлагается считать вынужденное сокращение времени работы сотрудника по внешним причинам, таким как карантин, сокращение объемов производства, чрезвычайные ситуации и так далее. Как вам, друзья мои, такая инициатива и как вы вообще относитесь к истории о том, чтобы если чуть-чуть осталось до пенсии, отправиться туда досрочно? Мне кажется, многим эта инициатива понравится. А вот найдет ли она свое отражение в реальных законах, это мы в самом скором времени, наверное, с вами увидим. Итак, на этом у меня на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Лайк, подписка, колокольчик, все как обычно. Ну а продолжим обсуждение новостей в комментариях. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok